ну в общем водички нам отказали под предлогом того что они еще не работают хотя по идее это уже 26 конец рабочего дня это наверно подъехал ночная смена а вы полюбуйтесь как отсюда выглядит чкаловская лестница уже вот почти с самой набережной павильоны тоже новые построились все выложено новый брусчат идем мы к нашему символу города коленю не знаю сможем ли сегодня к нему подойти или нет но постараемся а потом уже развернемся в сторону речного вокзала пока мы идем до оленя надо посолить хоть что здесь внизу творится ухты а внизу прям целый автодром для формулы 1 сделать новейший асфальт я думаю что это еще не конечная фаза наверное все таки здесь будет коррекцию пешеходная зона но посмотрим время покажет он наш наш оленюшка железный стоит сегодня он блестит на солнце и нам было бы грех не подойти и не сфотографироваться ну что денек у нас подходит концу но путешествие еще не заканчивается я сейчас вот сейчас это на пристани даже вот смотри мы тут очередь замороженным но хочется водички больше чем мороженым вот в наш символ города во всей красе сегодня блестит прям на солнышке друзья ну что вверх по волге у нас поднимается толкач толкает груженую баржу зато вниз по волге у нас пошел теплоход аэс попов наверное в сторону астрахани пошла экскурсионная группа а ты мне обещаешь хоть свозить меня на теплоходе 20-летие нашей свадьбы обещаю пойдемте до астрахани то он будет недели две на плыть где же мне столько отпусков набраться отпусков а мы идем с вами навстречу солнышку и навстречу катеру герою который встал на вечный причал давайте посмотрим и 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 Друзья, ну что, сегодня мы расстаемся с катером-героем и прощаемся с чкаловской лестницей, но ненадолго, и мы отправляемся к речному вокзалу. Ребята, поймал я кадр, но правда пришлось приблизить максимально. Видим мы, как здесь вот как раз переходит перепад кремлевской стены с верхней части в нижнюю. Здесь у нас вторая видимая башня, а всего их, по-моему, 17. Но о Кремле я расскажу вам чуть позже. А сейчас пойдемте пока, ребятки. Все-таки дойдем до речного вокзала. Вообще, конечно, лучший отдых он всегда на воде. Вот плывет у нас Москва-59. Экскурсионный фельянчик. И опять его догоняет быстроходный. Что-то они здесь шпарят. Это, наверное, пустили линию. Все-таки на Акстово ходят они. Потому что, хотя... Не на Акстово. Ой, Акстово. Набор. Набор, но здесь-то они, допустим, доходят. А там 2-2 дальше ходят еще до Мещеры. Но там, по-моему, пришвартовываться негде. Да, конечно, скорости не сравнить. Он, наверное, от речного вокзала. А мы сейчас посмотрим. Мы как раз туда идем. Он, наверное, от речного вокзала до пристани. Бор доходит, наверное, минут за 10. Даже и того меньше. А фельянчик-то минут 45, наверное, плавает. Хотя нет. Давно не плавал, не знаю. Друзья, идем мы по Нижневолвской набережной. Я ее практически не узнаю. Во-первых, сегодня столько народу. Такое ощущение, что мы из юга-то не уезжали. Как в Ялте на набережной. А с другой стороны, смотрите, как масштабно ведется реконструкция. Блин, ну понятно, здесь выставили все с плиткой, с брусчаткой. Рядом сделали дорожку велосипедную, чтобы избежать несчастных случаев. Здесь у нас появилось уже... Надо пройти побыстрее, потому что опять здесь пилют плиты. И немножко шумно. Кто-то на барабанчику заиграл. А здесь у нас открывается еще одна башня. И даже арочка для ворот. Все красиво, клумбы симпатичные. Да, все-таки в этом году, Дню Города, власти постарались все сделать к юбилею на высшем уровне. Друзья, привлекло мне мое внимание не только башни Кремля, обновленные уже, но еще и памятник Петру Первому, который здесь тоже воздвигли буквально на днях. Я могу ошибаться, но мне кажется, это так, потому что все здесь в новой мраморной плитке. Молодцы! И везде продолжаются реставрационные работы. Все шикарно. Здесь вот лавочки, пожалуйста, сделали. Хорошее место для отдыха. А тем более сейчас в тенечке вообще красота за солнце зашло уже за здание. Но мы продолжаем наш поход. До речного вокзала осталось совсем немножко. Ну что, попрощались мы с памятником Петра и возвращаемся на набережную. Внимание! Пешеходной велосипедной дорожки со совмещенным движением. Так что не путайте, ребята, лево с правым, а то можно попасть под велосипед. А еще хуже под самокат. Блин, впереди опять пыль с толбом. Может быть, нам спуститься. Здесь вот сейчас сделали параллельную дорожку. Я думаю, можно будет на нее спуститься. Если, конечно, мы найдем спуск. Это как сейчас модно говорить, сделали дублер. гамма-причал номер 11, речной круиз на Углич. А? На Углич. А спуска нету. Кто успел, тот где-то спустился. Здесь... А, ну, лесенка чуть дальше. Чуть дальше. Вообще, людей сегодня как будто на южном, на южной набережной какой-то. В Ялте или Валушите, где мы были. Но это и не странно, потому что сегодня все пришли посмотреть, полюбоваться на Авершоу, который мы буквально успели урвать кусочками. Но завтра обещают еще. И мы завтра встанем пораньше. Не как сегодня к закрытию попали. Так сейчас опять обещаешь? Нет, надо стремиться к лучшему. Авершоу. Друзья, ну что, много домов уже по Нижневолвской набережной отреставрировано, но много еще находится под занавесом, то есть продолжается реставрация, а дальше у нас интересные дома. чем-то напоминает драмат стиль Прибалтики. Ой, как он быстрый. Чуть не задавит. Ну вот мы почти уже на подходе к речному вокзалу. Осталось совсем немного там. Сейчас мы с вами увидим такую сцену. Готовят к празднику дня города. Вот про это здание я вам говорил. Я такие здания в Санкт-Петербурге где-то видел, на набережной. в Санкт-Петербурге и сезон. Настало время как вам продлили наши здания. дали вот он уже на причале. Причал номер не вижу здесь какой-то здесь почему-то огорожен. Наверное, сегодня закончились уже прогулочки. Но это дело даже не в прогулках. У нас с вами сегодня пешая прогулка. Просто Лена меня давно зовет на водную прогулку. А я все сопротивляюсь и сопротивляюсь. Я воды боюсь плавать. Ну здесь пожалуйста у нас кофе щуги. А все дальше мы уже не подойдем. Сейчас мы конечно к речному вокзалу постараемся пробиться. так это это здесь я знаю вот если садиться на него а билет чтобы на нем проплыли да значит люди еще ждут сейчас поплывут они ждут когда посадку да кассы на причале нет в общем еще надо кассу найти сначала здесь у нас все огорожено идет монтаж сцены на воде и мы сейчас с вами обойдем мы пойдем другим путем да там столько привезли всякой хотел сказать всячины столько всяких кронштейнов трубок чтобы смастерить сцену о это будет что-то непередаваемое но сейчас мы идем против солнца сейчас мы немножко с другого ракурса вам покажем зато отсюда хорошо виден наш речной вокзал который по форме напоминает пароход с капитанской рубкой и с надписью Нижний Новгород так здесь тоже хода нет придется идти с другой стороны и не не